Меня зовут Игорь Асонов, я являюсь программным директором научного парка «Сириус» образовательного фонда «Талант и успех». Технически все говорим в микрофон, а организационно у нас примерно полтора часа времени, хотя после перерыва мы сможем продолжить при желании. И содержательно наша сессия посвящена интеллектуальной собственности и молодежным проектам. Есть некоторый контекст рассмотрения, это проекты образовательного фонда «Талант и успех», но мы можем не фокусироваться в самом начале нашей дискуссии на этом. Я представлю наших экспертов и спикеров в порядке издалека. Ксения Щербак, руководитель юридической службы фонда «Талант и успех», Владимир Елен, доцент кафедры информационной безопасности, Высшей школы экономики. Илья Кононенко, заведующий отделом сопровождения развития портальных решений, Федеральный институт промышленной собственности. И Алина Акиншина, исполнительный директор и сообще-детель онлайн-патент. Соответственно, начать нашу дискуссию, обсуждение хотелось бы с тем, чтобы высушить Ваши интересы и запросы. Я вкратце уже формулировал, почему Вы здесь оказались, почему Вам эта тема интересна, и есть ли какие-то вопросы, которые требуют, на Ваш взгляд, ответа, а у Вас ответа этого еще нет. Давайте начнем с них. Я передаю слово напротив. Кто начнет, кто начнет. Да, давайте начнем. Да я хотел узнать, может быть, у нас спикеры сначала расскажут все, и мы потом вопросы зададим, потому что пока не совсем понятно, что спросить. Давайте, чтобы и спикеров тоже сориентировать, какие темы Вам в целом более интересны, актуальны. Есть ли у Вас уже некоторые результаты интеллектуальной деятельности в виде оформленных заявок, в виде статей? Ну да, раз мы все здесь, у нас уже есть какие-то результаты. Это, ну вот лично у меня это научные статьи, я пишу, то есть я на экономическом факультете учусь, и получается в этой сфере пишу научные статьи. Но тут ребята патенты имеют, еще что-то, может добавят. Хорошо, сейчас мы тоже выслушаем, пожалуй. Да, ну давайте попробуем так, при представлении рассказывать, есть ли у Вас свой проект, если да, то чему он посвящен, чтобы мы как-то еще более сфокусировали наше обсуждение. Ну вот я предлагаю тогда, мы сейчас представимся по очереди и расскажем, откуда мы и чем занимаемся. Все тогда отлично. Так, ну всем привет, доброе утро. Меня зовут Георгий Шабалин, я студент экономического факультета, то есть у меня экономическая направленность. У меня факультет кафедра менеджмента, то есть у меня исследования в сфере управления ресурсами, управления людьми и переводческая сфера. Ну там два образования просто идет. Вот. Так. А, ну у меня четыре статьи на данный момент, все они по управлению статистикой в основном идут. То есть вот так. Российский университет дружбы народов. Здравствуйте, меня зовут Принев Мячеслав, я из Воронежа, студент Воронежского государственного университета. У меня есть две научные статьи, я из области IT. И также сейчас есть регистрация на программу ЭВМ. Ну и, наверное, вопрос такой хотел бы я задать спикерам по поводу того, что нужно развивать именно связи, чтобы все проекты имели своего потребителя. То есть, возможно, в этой сфере надо поработать. То есть, как бы деньги деньгами, но необходимо еще найти тем, кому понадобятся эти проекты. Возможно, в этой сфере нужна помощь. Доброе утро всем. Меня зовут Дмитрий Синько, я студент химического факультета МГУ, победитель программы «Умник» в этом году, «Умник Сириус» фонда «Судействие инновациям». Давайте все-таки подниму вопрос, вот когда говорилось в самом начале. Я сейчас начинаю, получается, с самого начала выполнения проекта по программе «Умник». И уже сейчас я сталкиваюсь с проблемой, что… Ну, у меня еще какие-то наработки в другой научной работе, но это не важно, что есть проблема в том, что я понимаю, что я, в принципе, могу запретентовать что-то, и мне по программе «Умник», например, нужно будет запретентовать что-то. Я вообще… Ну, я имею только какие-то базовые представления о том, как это делать. То есть нет у меня, по крайней мере, в моем видео, нет каких-то программ, которые объясняют это в каких-то деталях, нет каких-то книг, которые полностью раскроют эту тему. Поэтому я столкнусь с этой проблемой, это действительно проблема, то, что я просто не знаю, как мне написать патент. То есть сейчас я сам не могу это сделать. Мне приходится обращаться за помощью к кураторам из каких-то людей. Ну, если ставить конкретный вопрос, то я бы хотел какую-нибудь литературу хотя бы или… Ну, конечно, там будут специальные программы, на это выделено тоже какое-то финансирование в программе «Умник», по которым я думаю, что мне все это расскажут. Но я хотел бы все-таки узнать советов, куда обратиться за именно информацией по тому, как писать патент. Вот как-то так. Спасибо. Меня зовут Валюлим Булат. Я студент Казанского авиационного института именно Туплева. Учусь в кафедре ПЭП, факультет техносферной безопасности. Пишу статьи по поводу создания институционных центров при базе МЧС. И хочу развить именно Синдайскую программу. Добрый день, здравствуйте. Меня зовут Гимазов Альберт. Я из города Казани. Учусь в Казанском государственном архитектурно-строительном университете. Профиль автомобильной дороги. У меня уже есть несколько статей по теме обработка укрепленных модифицированных грунтов. Также у меня есть патент уже совместно с нашим преподавателем нашего института на тему конструкции дорожной одежды переходного типа. И у меня также остаются вопросы, как может самому начать уже патентовать по данному направлению. Спасибо. Создание институционных центров при базе МЧС. Это получается анализ тех документов, которые уже... Уменьшение рисков, факторов риска. Факторов риска. Меня зовут Ефимова Елизавета. Я являюсь студентом Санкт-Петербургского политехнического университета по направлению радиотехника. И сейчас занимаюсь исследованиями в области моделирования метеорной радиосвязи. На данный момент я изучаю новый вид модуляции сигнала, который позволяет более эффективно использовать данный вид связи. Здравствуйте. Меня зовут Карагадаях Анастас. Я учусь в МГТУ имени Баума на первом курсе по специальности робототехника. Ну, параллельно развивал какие-то свои проекты, но тоже непосредственно связанные с робототехникой. То есть какие-то роботы, направленные в первую очередь для моего образования, ну и как хобби. Вот так. Ну, один из своих проектов я презентовал на Олимпиаде, благодаря которой я попал, собственно, сюда. Олимпиада по технологии всероссийская. Вам хотелось бы патентовать ваши наработки? Ну, вот один из главных своих проектов я распространял по открытой лицензии, то есть чтобы любой человек в мире мог воспроизвести его. То есть в первую очередь на образовательные цели. Чтобы, ну, любой там представитель, ну, кто захочет разобраться в робототехнике, мог скачать все файлы, чертежи и использовать для своего обучения и модернизации. В целом тоже тема интересная, как можно заработать на опенсорс. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Виктория. Я студентка второго курса Московского физико-технического института. Собственно, бакалавриат по направлению прикладные математика и физика. Вот у нас одна из тем этого мероприятия — инвестиции в открытие молодежи. И я скорее с вопросом, как быть ближе к структурам, которые инвестируют в молодежь. То есть вот я, например, закончу вуз, да, и решу заняться собственным бизнесом. Это же очень сложно в плане именно старта. Хотелось бы, чтобы были созданы некие организации, в которые можно будет оставлять заявки. Ну, то есть вот у меня есть какой-то проект, я оставляю там заявку, и если она кого-то цепляет, кому-то удовлетворяет, чтобы можно было с этими людьми связаться. То есть хотелось бы усилить взаимодействие инвесторов с молодежью. Спасибо. И вот к нам подошел еще один участник. Мозыщик. Да, я... Обращаюсь к вам. Пожалуйста, присаживайтесь. И если можно, вкратце о себе, о своих проектах, если таково имеется. Включите, пожалуйста, микрофон, вот кнопочкой в середине. А, это? Да, прекрасно. Немножко не адаптировался. Содержали. Так. Хотите узнать о... А, ну хорошо. Вот, я... Меня зовут Федоров Алексей, я учусь в Чувашском государственном университете. Вот. Я участвовал в конкурсе «Умник Сириус». Мой проект был разработка автомобильной панели приборов с графическим интерфейсом. Я выдвинул идею, по примеру западных производителей, внедрить в отечественное автопром системы графического отображения основных параметров работы автомобиля. Приборную панель, то есть заменить все механические элементы отображения, которые используются стрелочные, на графический интерфейс в жидко-кристаллическом экране. По подобию автомобилей «Вольво» и «Мерседес-Бенц». И мой проект, как я заявил, будет для автомобиля «Лада Гранта». Это бюджетный отечественный автомобиль. И можно будет простому, так сказать, потребителю оценить то, что люди покупают на Западе за 5 миллионов. Ну, в целом, вот так. А в части интеллектуальной собственности вы хотели бы ее оформить, чтобы продать автовазу? Здесь сложно вот так сразу сказать, потому что здесь прослеживается явный коммерческий потенциал. Потому что это очень хорошо, да. Здесь можно разными путями пойти, либо основать собственные малоинновационные предприятия, либо заключить договор с предприятием, которое будет производить продукцию на основе моего патента. И здесь можно получать прибыль. Ну, это, в принципе, одно из таких главных критериев для проекта. Потому что это будет толчком к собственному развитию. Вот так. Вы планируете регистрировать? Да, я планирую. Работы уже начались. Я планирую зарегистрировать патент на полезную модель. Другие люди, которые помогают мне, есть товарищи из Култеха, они будут писать программное обеспечение. Патент будет принадлежать не мне, но в случае коммерческого использования тут уже как-то по соглашению использования оформляться будет патентов по выпуску продукции. В целом вот так по моему проекту. Спасибо. Подключившиеся участники, вкратце о себе. Как зовут, из какого вуза, есть ли какие-то свои проекты и почему оказались на этой сессии по интеллектуальной собственности? Надо нажать кнопочку, чтобы говорить. Здравствуйте. Мы ученики 23-й школы города Екатеринбурга. Мы представляем проект «Дрон-уборщик». Это уборщик, который по размерам очень компактный. Мы его создавали в Сириусе и дальше дорабатывали его для инопрома. И сейчас мы завтра будем представлять его уже в этих аудиториях. Наш робот-уборщик уникален тем, что он убирает не только пол, то есть поверхность пола от пыли, крошек, мелкого мусора, но также и столы. То есть он, когда едет и собирает мусор, он делает влажную уборку и сухую, но при этом предметы не сталкивает. И когда подъезжает к краю, он не падает с края. И это в этом его преимущество. Также он сравнительно дешевый по сравнению с его аналогами. То есть аналоги стоят около 12 тысяч, наш робот стоит 6 тысяч. Поэтому это очень удобно. И мы работаем над ним дальше, то есть мы его совершенствуем и готовы дальше продвигать его, то есть создавать новые проекты, потому что мы готовы к этому. Спасибо. Я как-то думаю, что возможно тут появились потенциальные потребители, но сейчас мы вернемся к теме интеллектуальной собственности. И я хотел бы попросить коллег IT показать ролик трехминутный, который мы загружали. Далее передам слово Илье Кононенко, и мы начнем отвечать постепенно на ваши вопросы. И, собственно, если у вас будут появляться дополнительные вопросы, вы просто можете включить микрофон, и я вас увижу и, соответственно, слово дам. Пожалуйста, включите ролик. Ты веришь в силу мыслей? Веришь, что задуманное воплощается, а мечты сбываются? Мысли превращаются в идеи, которые меняют мир. Смотри, как это происходит. Ты придумал что-то новое и невероятное. Сделал, испытал, работает. Чтобы мысли не забывались, а открытие вышло на следующий уровень, тебе нужна поддержка. Где ее взять? Закон помогает изобретателям. Опиши и зарегистрируй открытие в Роспатенте. Это важно. Патент защищает идею, помогает ее росту, превращает ее в нечто большее и значимое. Патент оберегает от недобросовестных конкурентов и дает возможность зарабатывать. Представляешь? Ты можешь продавать лицензию на использование твоего изобретения и получать пассивный доход. Твоя идея работает на тебя уже сама, без твоего участия. Чем лучше и полезнее твое изобретение, тем больше внимания ты привлечешь. Тебя узнает страна, будут брать интервью, приглашать на выставки. Ты станешь известным профессионалом и прославишься на всю планету. Помни, идеи меняют мир. Взять хотя бы Илью. В детстве перед сном он любил слушать сказки. Мама читала ему о скатерти-самобранке, ковре-самолете, сапогах-скороходах и прочих фантастических вещах. Илья мечтал, чтобы они появились в реальной жизни и начал изобретать. После многих попыток и долгих бессонных ночей у него наконец-то получилось. Тогда Илья отправился в ближайший центр поддержки технологий и инноваций на базе центра детского творчества. Затем зашел на подскейп.ру и убедился, что до него такого изобретения не было. Сотрудники центра подсказали, как защитить изобретение. После чего Илья подал электронную заявку через сайт Роспатента. Все просто. Изобретение прошло проверку на новизну, технический уровень и промышленную применимость. И заветный патент оказался у Ильи в руках. Затем на одной из выставок кроссовки-скороходы заметили производители спортивной обуви. Вау-эффект не дал им устоять. Крупная спортивная компания предложила Илье оформить разрешение на производство и продажу его кроссовок в России. Кроссовки-скороходы были на расхват. Модники, путешественники, спортсмены, полицейские о них мечтали все. Идея молниеносно распространилась по всему миру. И чтобы за рубежом идею не украли, Илья запатентовал изобретение в большинстве стран. Вот так простая идея принесла Илье кругленькую сумму. Но даже не это важно, а то, что Илья сделал жизнь миллионов людей чуточку лучше. И теперь уже о нем знает весь мир. Хочешь так же? Зайди на сайт Роспатента, посмотри идеи других и возвращайся со своей. Идеи воплощаются, охраняются и защищаются. Роспатент. Илья, пожалуйста. Добрый день. Меня тоже зовут Илья, но ролик не про меня. Ролик, конечно, шуточный и направленный на то, чтобы привлечь внимание. Но в нем на самом деле показаны основные этапы жизненного цикла, которые проходят от идеи до какой-то реализации. У вас у всех уже много проектов, статей, научной деятельности, появляются какие-то результаты, а вот есть патенты, уже защищенные результаты. Я хотел бы немножко остановиться на вопросах, и отвечая на вопрос, как быть, если хочется запатентовать, с чего начать, как действовать, какие есть механизмы для защиты, получения информации. И так, после того, как вы что-то изобрели или подумали, что изобрели, или у вас появилась идея, и вы хотите ее разбить, в первую очередь вам нужно получить информацию, что в этом направлении происходит в мире. Для этого лучше всего, особенно если у вас есть прицел на получение патентов, использовать патентную информацию. Источников патентной информации достаточно много, причем патентная информация штука уникальная, в ней содержится 80% научных знаний мировых. Все содержится в патентной информации. При этом она строго структурированная. Можно открыть патент на китайском языке, не зная китайского языка, понять, в какой области этот патент, какое имя на китайском правообладателя, куда обращаться и где искать про него информацию. Для поисков есть сервис «Патскейп», который мы совместно с Министерством образования и науки разработали и запустили в эксплуатацию в начале 2017 года. Он предоставляет поиск по мировому фонду патентной информации. Вы можете зайти на сайт подскейп.ру с любого устройства и сразу начать пользоваться. При этом есть у патентов такая особенность, что для того, чтобы его получить, новизна должна быть мировой. И все патентные ведомства в мире проверяют на мировую новизну. То есть действительно в мире нигде не должно быть ранее известно то, что вы предлагаете для патентования. Но защита патента действует только в той стране или в той регионе, где вы его патентуете, несмотря на то, что мировая новизна. Поэтому для защиты, например, в России можно использовать российский патент. Если вы хотите защиту в странах СНГ, то есть такая организация евразийская патентная организация. Можно получить евразийский патент. Если вы хотите защиту в мире, то есть такая процедура PCT, которая позволяет, подав заявку один раз, потом переводить ее на национальные фазы в интересующие вас страны и там получать защиту. Ну, с какими-то оговорками, что защита может быть разной от страны к стране. Итак, вы изобрели, вы провели поиск, например, в Подскепе или на сайте Роспатента или сайте Федерального Института Промышленной Собственности, который я представляю, это подведомственная организация Роспатента, есть информационно-поисковая система, в которой доступ к российским патентам, а к концу этого года мы также предоставим доступ к Мировому фонду патентов. Вы выяснили, что ничего такого нету и принимаете решение патентовать. С точки зрения того, где получать информацию о патентовании, как начать с этим заниматься, в первую очередь это сайты Роспатента и ФИБС, там вся информация представлена, она там есть, единственное, там, естественно, больше упор на информацию нормативную, там регламенты, правила, требования к материалам заявки, которые не дают ответа на то, как правильно это сделать с точки зрения сутевого, говорят только о форме, но в то же время там и много материалов, которые помогают и по сути разобраться. Самый простой способ подать заявку на получение патента Российской Федерации, это подать его в электронном виде с использованием сервисов подачи заявок, доступных на сайте ФИБС. В сервисах есть масса проверок на формат логического контроля, которые не позволят вам подать неправильную заявку. То есть формальные признаки все будут соблюдены. Теперь, что касается сути объекта, например, если это изобретение, то к изобретению необходимо подготовить описание изобретения, реферат, формулу, которая будет описывать объем правовой охраны. Это уже вещи творческие, к ним нельзя выставить какие-то требования. Но, естественно, правильнее всего это сначала посмотреть, что есть в смежной области, понять, что там защищается и как это описано, и у вас сразу будет уже понимание, как вам правильно описать ваши изобретения. Кроме этого, специалисты Роспатента и ФИПС совместно с Центром Сириус, совместно с Центром Кванториумов, совместно с проектом научной молодежи об индивидуальной собственности рассказывают о всех особенностях, оказывают консультации и так далее. На базе Федерального института промышленной собственности мы регулярно проводим тематические встречи, работает конституционный пункт, работает Всероссийская патентно-техническая библиотека, в которой специалисты ответят на все ваши вопросы, подскажут и помогут вам правильно сформулировать вот ту суть заявки, которую вы хотите подать, потому что формально подать заявку и оформить ее с использованием сервиса электронной подачи, это элементарно, там нельзя ошибиться, он просто не допустит этого. Все контакты по патентно-технической библиотеке, консультационного пункта и так далее, естественно, представлены на наших сайтах. Это сайт Роспатента www.rupto.ru и сайт FIPS, это www.fips.ru По всем вопросам можно обращаться и обязательно вам помогут, подскажут и так далее. После того, как вы подали заявку, проходит время до получения свидетельства или патента. Для разных объектов оно разное. Если для программы ЭВМ это два месяца, то, например, для патентного изобретения как самого сложного объекта, это в районе от 10 месяцев до года. Но при этом надо понимать, что патент на изобретение в случае его получения начинает действовать с момента подачи заявки. То есть, как только вы подали заявку, вы уже получаете временную защиту, а после получения патента получаете защиту с момента подачи заявки, ну, либо в более сложных случаях с момента установления приоритета. Поэтому сроки хоть и кажутся большими, но они уже обеспечивают защиту. После того, как вы патент получили, вы, естественно, захотите его коммерциализовать. Путей коммерциализации очень много. Это может быть отчуждение в РАО, когда вы просто продали свои разработки, получили свою выгоду и на этом все закончилось. Но это однократное получение выгоды. Предоставление права использования, это заключение договоров, лицензионных, конституционных, передача исключительных прав, не исключительно лицензия с ограничением по территории и так далее. Это уже, скажем так, длящиеся какие-то эффекты, которые позволяют вам зарабатывать в протяжении какого-то времени. Для того, чтобы собственностью управлять, нужно тоже подавать заявления и тоже подавать их в Роспатент. Соответственно, для этого тоже существуют сервисы электронной подачи, они доступны как на сайте ФИПС, так и на сайте Роспатента, ну и естественно, все управление интеллектуально собственностью доступно с единого портала государственных услуг. Все заявления можно подавать в электронном виде и при этом дополнительно ко всем льготам, которые вы имеете как учащиеся школы, учащиеся институты, работники научных организаций, просто молодые граждане Российской Федерации, вы в дополнение к этому еще получаете 30% на оплату пошлины при подаче в электронном виде. Таким образом, для учащегося вуза, желающего запатентовать изобретение по не больше 25 пунктов формулы, то есть самая минимальная ставка, с учетом всех льгот это будет 10% от пошлины, указанных в положении опошлинах. Целиком за все патентование вы потратите в районе 1900 рублей. Целиком. И это будет патент, который будет определять объем защиты, который вы сможете продать, лицензировать и так далее. Вкратце о сроках действия патента. На изобретение по умолчанию патент действует 20 лет и надо платить за каждый год его продлевания. На полезную модель 10 лет, на правообразие 10 лет. Для программы ЭВМ это уже авторское право, там регистрировав право возникает не по факту регистрации патента, свидетельства, а по факту создания, но получив свидетельство вы подтверждаете свои права на эту программу, вы депонируете материалы и потом в случае спорных ситуаций вы можете сославшись на регистрацию программы доказать, что это вы были создателем, она вам принадлежала и так далее. Если очень кратко, то это все. Я не хочу сейчас углубляться в разные подробности и тонкие случаи. Было бы гораздо интереснее услышать ваши вопросы. На часть вопросов я уже постарался ответить. На часть вопросов ответят мои коллеги, я надеюсь, что у вас появятся новые, мы продолжим на них отвечать. Спасибо. Спасибо, уважаемые учащиеся. и по данной части есть вопросы. Если пока вопросов нет, мы перейдем к следующему нашему докладчику. Пожалуйста, Лина, поделитесь своим мнением по теме дискуссии. Спасибо большое за предоставленное слово. Я попрошу организаторов включить презентацию, наверное, будет проще. И переключение у нас по 10 клипер, да? Да, спасибо. Я представлюсь кратко, чтобы немножко дополнить представление, которое уже было до этого от лица модератора. Я действительно являюсь исполнительным директором и одним из соучредителей компании онлайн-патент. Это компания патентных поверенных, профессиональных юристов, которые занимаются работой в области интеллектуальной собственности. Онлайн-патент это инновационный стартап-проект. Он начинался, ну вот, наверное, примерно как ваши проекты абсолютно с нуля, без каких-то собственных средств на инвестиционные средства. Он располагает рядом инновационных разработок. Более того, до этого проекта я занималась другим проектом, который был защищен 18 патентами Российской Федерации, но, к сожалению, это ни к чему не привело, и поэтому один из первых тезисов, который мне хотелось бы озвучить, это тезис, говорящий о том, что патент это не цель. Вот мы сейчас с вами обсудили, что патентовать важно и так далее и тому подобное, но патент это никогда не цель, это средство защиты конкурентных преимуществ вашего продукта, вашей технологии, вашего будущего бизнеса. И когда вы говорите о защите интеллектуальной собственности, принципиально важно определиться с вашими целями, потому что если вы, к примеру, планируете научную карьеру, то по опыту взаимодействия с нашими российскими ведущими научными школами могу прокомментировать. Ученые патенты не любят и, как правило, с ними не очень хорошо работают, потому что патенты это действительно строго формализованные документы, предполагающие определенную степень промышленной проработки технологии в целях, в том числе, удовлетворения условия патентоспособности, промышленная применимость, и в какой-то степени, я бы сказала, ограничивают творческий полет мысли ученого. И для ученого, как правило, с точки зрения профессиональной карьеры намного важнее патента являются публикации в высокоцитируемых изданиях, которые позволяют потом получать профессорские должности в ведущих вузах и так далее. Это один из способов, одно из направлений, по которому вы можете идти. Если вы все-таки планируете карьеру инженерную, карьеру в качестве работника, может быть, крупного предприятия, то, как минимум, минимальное познание в области интеллектуалки вы иметь должны, потому что в ходе вашей работы могут появляться те или иные технические решения, которые могут защищаться патентами. Вы, как автор, имеете право на вознаграждение за создание и за использование в случае, если оно в коммерческой деятельности используется. Ну, а уж если мы с вами говорим об инновационном предпринимательстве и о создании предприятия, которое будет выпускать на рынок какой-то новый существенно усовершенствованный продукт, технологию, услугу, то, безусловно, без интеллектуальной собственности там делать нечего. Потому что именно патенты, именно патентование дает те возможности, которые, пожалуй, никаким другим образом получить невозможно. Ну, в частности, опять что-то, в частности, как таковой, патент предоставляет вам как предпринимателю временную монополию, а монополия вообще строго регулируется антимонопольным законодательством, на производство, сбыт и тому подобные операции с определенным результатом интеллектуальной деятельности, запатентованным в установленном порядке. При этом могу отметить, что запатентовать на самом деле можно очень широкий круг объектов. Вот даже коллега, который рассказывал про то, что ведет разработки в области экономических наук, в области управления, работы со статистическими данными, по общему правилу безусловно алгоритмы и математические методы не охраняются, но конкретные прикладные решения, воплощенные, например, в программах для ИВМ, которые тем или иным образом могут быть описаны в виде способов, реализуемых с использованием вычислительных машин и какой-то совокупности физической инфраструктуры, вполне могут быть патентоспособны. Такие патенты активно в настоящее время защищаются и в российском ведомстве, и за рубежом, потому что, безусловно, крупные IT-компании, такие как Яндекс, Майкрософт, Гугл, Параллелс, Фейсбук и так далее, все они нуждаются в защите интеллектуальной собственности. Собственно говоря, вообще сегодня компания, в первую очередь в области IT, но и вообще компания, которая не имеет нематериальных активов, защищенных желательно патентными правами, она стоит очень мало. А стартап без охранных документов, без защищенной интеллектуальной собственности, как правило, не стоит почти ничего. Кстати, тут интересный есть момент, всегда люблю показывать этот слайд, если все-таки говорить о научной карьере, не о стартап-карьере, именно о научной, при умножении доходов университета и ваших доходов как работника университета, стоит помнить о том, что университеты на патентах зарабатывают очень-очень редко. Преимущественно это фармацевтические патенты, потому что в этом случае имеется возможность сравнительно небольшим или даже одним патентом полностью покрыть формулу вещества и в дальнейшем успешно коммерциализовывать это разработанное вещество. Если же говорить о проектах по патентованию, например, разработок в области нанотехнологий, сложных, междисциплинарных предусматривающих значительное количество различных способов, то бюджеты по оценкам американского собственно министерства экономического развития доходят до полутора-двух миллионов долларов только на входе за то, чтобы создать пул, который покроет ваши разработки и будет хоть сколько-то пригоден к коммерциализации в отрыве от промышленного производства и продажи конечного продукта. Безусловно, такие бюджеты достаточно значительны для стартапа вообще, но и для университета тоже. То есть очень часто legal expenses превышают или равны объему доходов, которые получает университет. Так, не туда. Ну, собственно, вот еще раз подводя такой маленький итог, патент в любом случае не цель, а средство. Вот коллега, который у нас получал умника, он, наверное, планирует по результатам реализации своего гранта не просто патент получить и отчитаться, что является формальным требованием, да, но, вероятно, переходить в умник на старт и дальше развивать свое предприятие. Соответственно, здесь всегда есть такая небольшая дилемма, да, что целесообразнее сделать молодому предпринимателю обратиться к поддержке, центра поддержки технологии и инноваций, либо к фирме патентных поверенных и заплатить какую-то небольшую сумму и посвятить свое время оставшееся развитию своего бизнеса, который в перспективе принесет намного большие доходы, либо же разобраться во всех-всех-всех тонкостях патентного права и научиться это делать лучше всех. Ну, обычно все-таки лучше делать выбор в пользу первого варианта, потому что вы, как предприниматель, просто не сможете разобраться со всеми областями деятельности. Со временем вам придется нанимать человека, который будет заниматься вашей контекстной рекламой, вести вашу бухгалтерию и заниматься другими узкоспециальными вещами, в том числе возможные патентования. Так, про то, что увеличивается стоимость, мы уже поговорили. В целом, когда вы думаете о патентовании для предпринимательского проекта, попробуйте посмотреть на это глазами не только своими лица заинтересованного, потому что всем нам собственный проект близок, хочется получить патент, а может быть много патентов, хочется получить дипломы, медали на выставках, конференциях, но, как правило, нашему проекту нужно не просто патенты и медали, нужно какое-то инвестиционное вмешательство, инвестиционная поддержка, которая поможет на ранних стадиях, поможет вывести бизнес на какой-то уровень. Для того, чтобы такую поддержку получить, стоит подумать о том, как эта интеллектуальная собственность выглядит в глазах лиц, которые потенциально могут вам такую поддержку оказать, располагая соответствующими финансовыми ресурсами. При этом отмечу, что, как правило, критерии частных денег, частных инвестиционных ресурсов, они очень сильно отличаются от критериев поддержки научной деятельности, поддержки технического творчества молодежи. То есть мы говорим не о технической уникальности, не о научной новизне, а в первую очередь о коммерческих каких-то результатах. Вот здесь сразу вопрос, наверное, можно к коллегам, если они потом прокомментируют, будет интересно, используется ли где-то робот уже, есть ли какие-то опытные установки. Потом есть. известно, что часто есть, ну, очень много аналогов нашего робота, как бы мы проверяли, но более серьезно мы не углублялись в эту тему, но услышав вас, можно уже членоправленно заниматься этим более серьезно, потому что это очень серьезный вопрос по поводу того, что есть аналоги, и возможно, можно даже, если мы не защитим нашу работу, наш проект, то мы будем, получается, обмануты. Не-не-не, у меня вопрос более простой. Не есть ли аналоги? А используется ли он где-то? Подобно используется, но... Ваш. Именно ваш. Наш, но он только в разработке, то есть мы его выпуск еще, ну, то есть не выпускали его на рынок. Ага, то есть он пока только в таком выставочном образце. Все, понятно, принято, спасибо. Вот. Ну и коротко, буквально пробегусь по некоторым забавным моментам, особенно, я думаю, будет близко для тех, у кого уже есть патенты. Есть такое собрание мифотворчества касательно патентов, которое часто воспроизводится, к сожалению, и многими лицами, которые осуществляют нашу профессиональную деятельность, занимаются защитой интеллектуальной собственности. Вот касательно мифа номер один о том, что у нас есть патент. К сожалению, не имело возможности ознакомиться с вашими проектами перед тем, как сегодняшнее заседание, поэтому на чужих примерах. Первое, что нужно сделать, проверить, точно ли это ваш патент. Если в патенте множество соавторов, вот у кого-то из коллег звучало, что патент в соавторстве с преподавателем, там, во-первых, надо проверить, что да, вы соавторы, вы являетесь правообладателями тоже вдвоем, или правообладатель университет, и каким образом вообще структурированы ваши права, соответственно. Если вы оба правообладателя, то у вас будет совместное распоряжение правами в любом случае, если правообладатель университет, то у вас вообще патента нет. Хорошо бы, конечно, проверить, выплатили ли вам авторское вознаграждение, сейчас очень хорошо судятся с университетами на эту тему, потому что не выплачивают сплошь и рядом, в трудовых договорах не прописывают, но это второй вопрос. Еще один момент, точно ли этот патент есть? Есть такая неожиданная вещь, патент каждый год надо поддерживать в силе, платить небольшую, установленную, ежегодную пошлину, даже если патент принадлежит вам, необходимо его поддерживать, а то его может и не стать. Ну, еще такой тоже забавный момент, много сталкивались с ребятами как раз по умнику, когда пишут заявки на грант и указывают, вот у нас была заявка, по заявке иной раз даже положительные решения вынесены, пошлину за выдачу заплатить забыли, тоже бывает, то есть течение, по-моему, сейчас шести месяцев, возможно, где меня подправит, по срокам не помню, восстановить заявку и все-таки получить патент можно только через палату по патентным спорам, это сложная процедура. Ну, еще один момент, не всегда это действительно вообще патент, иногда это программа для ЭВМ, а программа для ЭВМ, как известно, охраняется авторскими правами, а это значит буквально то, что всякая регистрация охраняет программу как литературное произведение, совокупность букв, цифр, символов, расположенных в определенной последовательности, переписали на другом языке, уже не подпадает под охрану. Миф второй. Да, у нас есть патент, и это хорошо. Нет, не факт. Стартап с плохими охранными документами стоит еще меньше, чем стартап без охранных документов. Замечательный пример, собственно, с нанотехнологическими проектами презентацию разбирали. Очень важно, как вы формулируете формулу изобретения, как вы определяете объем правовой охраны, потому что патент на велосипед условный, он охраняет не все велосипеды в мире, он охраняет только те велосипеды, которые совпадают с теми существенными признаками, которые приведены в формуле вашего изобретения. И вы можете вот прямо брать ваш патент, брать какое-то техническое решение и сравнивать. Все в техническом решении есть признаки, которые описаны в вашем патенте или не все. Исходя из этого, получать заключение о том, нарушается ваш патент, использованы все признаки в данном техническом решении или не использованы. Отсюда же простое заключение о том, каким образом можно обойти патент. Вот, например, в приведенной формуле изобретения использованы очень четкие ограничения по размерам, очень четкие ограничения видов деревьев, которые используются при реализации способа получения данного композитного материала. И более того, у нас запатентован композитный материал, а в формуле изобретения фигурирует признак способа, что мы что-то получили мокрым помолом от хода производства базальтовой ваты. А как по итоговому композитному материалу понять, что вот там это именно мокрым помолом было сделано? Ну, практически невозможно. Соответственно, следите, когда будете патентоваться за вашими формулами изобретения. Вот, обращайтесь к поддержке, опять-таки, патентоведов родных институтов, либо специалистов ЦПТИ, потому что нет ничего обиднее, чем получить плохой патент на хорошую разработку. Самое плохое еще в том, что потенциально такой патент может воспрепятствовать вам в дальнейшем получить нормальный, потому что вы в описании все раскроете, распишите, формулу сделаете непонятно какую, а потом следующая уже заявка будет отказная либо по новизне, либо по изобретательскому уровню в силу известности из уровня техники того, что вы описали в первом не очень качественном патенте, к сожалению. Ну, еще один момент. То, что если у вас есть патент, это, безусловно, вас защищает, но следует помнить о том, что нет никакого ведомства, которое должно ходить по стране и отлавливать нарушителей. Обязательства по защите ваших прав лежат на вас самих. Видите нарушения, преследуете в судебном порядке с правоохранительными органами и так далее. Это пропустим, а то будет долго. Я не знаю, я не выхожу за пределы регламента. Нормально все. Есть еще четвертый важный момент, который тоже часто объясняем ребятам, которые приходят со своими разработками. Не стоит думать, что если у вас есть патент, то вы не нарушаете ничьи права. Охраноспособность неравнозначна патентной чистоте. Приведу простой пример. Вот у нас есть блокнотик. Вот этот блокнотик теоретически может быть запатентован. Ну, предположим, что он обладает новизной. Он однозначно промышленно применим. Потенциально мы можем получить на него патент. Значит ли это, что при производстве вот этого блокнотика мы с вами не будем нарушать ничьих законных прав и интересов? Отнюдь не обязательно. Вот здесь есть какое-то такое покрытие, ламинирование какое-то. Чисто теоретически, если у какого-то лица есть патент на состав вот этого покрытия, а вы это покрытие не покупаете, не наносите его в каком-то специальном сервисном центре, а производите этот состав из первичных компонентов непосредственно у себя и затем уже используете в составе своего изделия, вы нарушаете патент лица, который охраняет права на вот эту композицию. И так далее и тому подобное. Соответственно, производя любое сложное изделие или оказывая любую сложную услугу с использованием ряда технологий, вы обязательно должны подумать о том, что вот это охраноспособное, патентоспособное, защищенное многочисленными патентами решение не нарушает ничьих других законных прав и интересов. Самое забавное в том, что иногда бывают такие ситуации при монтаже, например, крупных технологических линий, когда вы покупаете, покупаете то или иное товарное оборудование, уже готовое, и ставите его в свою производственную линию, но при этом, например, ввозите его из-за границы, вы не можете быть уверены в том, что ввозя это оборудование, вы не нарушаете патент, действующий на территории данного государства. Потому что, как ранее пояснял Илья, патентные права имеют территориальный принцип действия. И вот, например, я имею патент на какую-то сушилку на территории Германии, на территории Великобритании эту сушилку могут производить безо всяких ограничений. При этом, например, если я, как российский предприниматель, вдруг захочу открыть на территории Германии завод и по незнанию того факта, что там есть запатентованная, есть патент на сушилку, действующую на территорию Германии, ввезу что-то из Великобритании и не предусмотрю соответствующих оговорок, в части того, что за нарушение, к примеру, отвечает поставщик, это прописывается в договорах поставки, все, на меня ложатся риски. Собственно говоря, у меня могут конфисковать эту линию и теми или иными способами прекратить деятельность моего предприятия. Так что патентная чистота это существенно. Это, я думаю, пропустим. Это просто еще один пример. Есть еще один, к сожалению, очень сильно распространенный на территории Российской Федерации миф, говорящий о том, что у нас нет патента, это бесполезно. Очень часто, к сожалению, приходится слышать подобные слова и от людей, которые, в общем-то, даже оказывают услуги в области патентования, но просто там с не очень высоким качеством, может быть. Говорится о том, что патент ничего не защищает, потому что чуть-чуть что-то достаточно поменять в формуле в этом изделии, и уже это не будет попадать под правовую охрану, будет отличаться от нашего патента. Проблема не в патенте, не в патентной системе. Она у нас достаточно продвинутая, гармонизированная, со всеми международными нормами, все с ней хорошо. Проблема, как правило, в самом патенте. Если он плохо сформулирован, если он не защищает вашу разработку, или если, может быть, он просто изначально не полон в силу того, что у вас больше объектов, чем можно было включить в один патент в силу нарушения принципов единства изобретения, то, к сожалению, вы несете все риски, связанные с вот такой вот некачественной изначально подготовкой патентной документации. Еще один момент. Мы просто все публикуем. У нас есть авторские права, и, соответственно, это нас защищает. К сожалению, нет. Научные статьи созданы для того, чтобы приумножать научное знание. На них распространяются авторские права, они охраняются как текст. Иногда еще бывают открытия, но я думаю, все-таки это для более уже больших таких научных школ. В общем случае, авторские права распространяются на текст статьи, защищают именно совокупность букв, цифр, символов. При этом еще смотрите, когда мы говорим о зарубежных научных журналах, то, как правило, права на все последующие воспроизведения этой статьи, распространения и так далее, передаются именно этому журналу. И за счет этого функционирует большая инфраструктура закрытых баз данных, которым надо получать платные доступы и так далее. Еще один момент, который связан с первым моим тезисом о том, что корят патентную систему в Российской Федерации. Часто изобретатели говорят, что патенты в России не работают, будем патентовать, будем подавать заявку сразу за рубежом. Пожалуйста, избегайте этого неправильного шага, хотя бы в силу того, что, делая таким образом, вы нарушаете законодательство Российской Федерации. Как российские граждане, российские резиденты компании, локализованной в Российской Федерации, вы изначально обязаны подавать заявку через российское ведомство, через Роспатент, как минимум для того, чтобы эта заявка прошла проверку на государственную тайну. Опять-таки, Илья, может быть, расскажет более подробно, но и за нашу практику, как в патентного бюро, у нас было два уведомления, собственно говоря, о том, что материалы направлены на док-проверку в уполномоченные правоохранительные органы, именно для проверки на гостайну. Не нарушайте законодательство, подавайте заявку в России. В течение одного года с даты подачи заявки вы имеете возможность подать заявку в любой другой стране мира, сохраняя приоритет по дате подачи российской заявки. Не пропускайте сроки, все будет прекрасно. Еще можно пользоваться договором о патентной кооперации, который позволяет вам продлить 12-месячный срок до 30-31 месяца и расширить свою правовую охрану на любое интересующее практически вас количество стран. Резюмируя уже, наверное, мое выступление, скажу следующее. Часто возникает вопрос у изобретателей, когда начинать, когда приступать к работам по защите своей промышленной собственности, когда подавать патентную заявку, безусловно, чем раньше, тем лучше. Потому что чисто потенциально такие же заявки могут быть поданы другими лицами, право приоритета действительно очень важно, поэтому старайтесь вести патентную работу на самых первых стадиях начала работы по вашему проекту. Кроме всего прочего, и с точки зрения, повторюсь, инвестиционного финансирования, защищенная интеллектуальная собственность всегда привлекательный актив. Как минимум, это показывает серьезность намерений предпринимателя. Потому что вот если в Российской Федерации очень льготные сейчас созданы условия, есть возможность патентной пошлины сниженной очень сильно платить, то если вы пойдете, к примеру, уже на международный уровень, то издержки будут намного выше, и если вы сознательно вкладываетесь в это, это показывает некоторую степень вашей готовности этот бизнес развивать, а не просто получать какие-то гранты, может быть, или инвестиционные средства, которые вы не планируете реально использовать в проекте. При этом сделаю важное отступление. Отнюдь не стоит торопиться с рассмотрением заявки, не стоит торопиться с получением патента. Несмотря на то, что ведомство сейчас обеспечивает великолепные сроки рассмотрения, действительно это очень быстро, когда вы можете получить патентное изобретение за год, это супербыстро, в Бразилии вы можете ожидать этого момента по текущим показателям лет 15. И ничего, на самом деле это тоже неплохо, потому что с точки зрения промышленной, с точки зрения именно предпринимательской, от момента подачи заявки до момента запуска опытно-производственной либо производственной линии до момента коммерческого запуска вашего продукта пройдет довольно много времени. В ваших интересах зачастую, чтобы патентная заявка в течение этого времени не публиковалась и не была доступна широкому кругу ваших конкурентов, потому что вы получаете временную монополию на производство продукта, используя патент, только в обмен на публичное раскрытие информации. И очень часто целесообразно заявку как можно раньше подать и как можно дольше тянуть с рассмотрением, с тем, чтобы не публиковать данные, и потом по факту выдачи патента получить охрану с момента подачи заявки. И вот опять же, как Илья уже указывал. Второе я уже сказала. И ваши вопросы, коллеги? Спасибо. Можно, да? У меня будет два вопроса. Первый. Вот предположим, что я, по сути, так и есть, всю свою работу делаю в университете, в лабораторе университета, ну там часть материалов из университета. Могут ли возникнуть проблемы с тем, что мой патент пойдет в университет? Я этого не хочу, как вы сказали, потому что просто умрет таким образом. Вот с этим вопросом. Наиболее правильный и чистый вариант организации всего этого, безусловно, все-таки открытие организации, которая будет арендовать соответствующие помещения в университете, которая будет оплачивать расходные материалы. До тех пор, пока вы трудитесь де-факто в университете, возможно, вы еще там совмещаете на кафедре, являетесь на 0,25 ставочки лаборантом или даже, может быть, больше, не знаю, расскажете, да? Вы находитесь в трудовых взаимоотношениях с университетом. Скорее всего, право подачи заявок в отношении ваших служебных разработок принадлежит университету. Надо читать ваш трудовой договор. И в том случае, если... А у вас нет еще патента. Вы что планируете? В таком случае, на текущем этапе, проверьте, какие у вас... Вы работник университета? Нет, нет. Вы только студент. Как оформлено ваше отношение? Как работникам никак не оформлено. Нет. Ничего, кроме того, что я учусь в университете, нет. Но, тем не менее, я делаю это именно на базе университета в определенной лаборатории. Но это никак не задокументировано. В таком случае, скорее всего, все права будут принадлежать университету, а вы получите статьи, известность, подтверждение, что вы являетесь автором патента, возможно, авторское вознаграждение. Потому что, если вы хотите быть одним из правообладателей, вам обязательно нужны какие-то договорные отношения с университетом. Университет сможет доказать, что без него вы бы этот патент не сделали, и это открытие бы не совершили. А вам это будет очень сложно сделать. Ну и что мне сделать сейчас, если я хочу именно быть правообладательным патентом? Необходимо поднять этот вопрос, обратиться в патентный отдел института. У них, скорее всего, есть общепринятая практика. Если вас не устроит этот ответ, вы можете прекратить свои разработки в университете, пока не будут оформлены договорные отношения, в которых четко будет прописано, кто является правообладателем в случае возникновения результата, обладающего признаками патентспособности. Это если совсем уж канцелярским языком говорить. По сути, вам нужен вот этот пробел, то, что у вас нет сейчас договорных отношений с университетом, а вы выполняете какую-то работу, которая явно выходит за рамки обучающего курса, вы уже работаете там. Но эти отношения никак не оформлены. Вам надо этот пробел просто заполнить, и тогда появится ясность. И вот на этом этапе вы можете отстаивать свою позицию, что вы хотите быть одним из правообладателей, если этот патент случится. Так, ну и тогда еще один вопрос. Вот вы сказали, что сначала подается заявка в России, а потом подается заявка в других странах. Во-первых, если не нужна заявка в России, то как бы все равно подавать или нет? И во-вторых, насколько дороже все это делает в других странах? И еще в каких лучше всего также патентоваться? – Смотрите, по поводу подачи заявки через российское ведомство. Вы можете подать напрямую заявку в Всемирную организацию внутренней собственности, ВАИС, или в Евразийскую организацию, Евразийская патентная организация. Но вы должны ее подать через Роспатент. Это обязательство. При этом вы не будете получать патент Российской Федерации. Роспатент проверит заявку на наличие сведений, составляющих ГУСТАИНУ. И если их нет, то просто перешлет ее либо в ВАИС, либо в Евразийское патентное ведомство. Поэтому действительно можно подать заявку, можно подать российскую заявку и ее перевести в международную. Но это тогда будет за российская заявка. Можно сразу подавать международные заявки? Это допустимо, но обязательно через Роспатент. Потому что по Гражданскому кодексу Роспатент является принимающим ведомством, и граждане России обязаны подавать заявки через принимающее ведомство, чтобы эту проверку на секретность Роспатент провел. По стоимости. Как я уже говорил, для студентов и для учащихся в России очень большие льготы. Вот я называл пример, что минимальная стоимость патентования от полного цикла – это меньше 2000 рублей. Например, в евразийском патентном ведомстве это будет порядка 30 тысяч, в европейском это будет порядка 4000 евро, в американском это будет несколько тысяч долларов. То есть порядок цен будет вот такой, разница будет такая. Но если вы захотите выходить на международный рынок, то вам придется нести эти расходы, но есть возможность компенсировать либо полностью, либо часть через российский экспортный центр. Это лучше коллегам из российского экспортного центра подойти, у них здесь есть стенд, они, наверное, больше расскажут. Если нужна подробная информация, то это, опять же, у них, потому что они занимаются возмещением этих. По поводу тех стран, где лучше патентовать, как я уже говорил, все патенты имеют признак мировой новизны. Где бы вы его ни подали, он будет проверяться, так называемый минимум PCT, это минимум стран, которые обязаны быть учтены в поиске, и этот поиск гарантирует мировую новизну. То есть если патент хоть где-то есть, вы не сможете его получить такой же, вам будет отказ. Ну, либо это будет некачественная экспертиза, и потом она будет оспорена либо в суде, либо в каком-то другом органе. Поэтому тут нет понятия лучше, тут есть понятие эффективнее и дешевле. Вам нужно определиться, где вы собираетесь использовать патент, где вы можете получить выгоду, и сколько стоит там запатентовать. Например, на территории России действует либо российский патент, либо евразийский патент по умолчанию. Также может действовать международный, но только тот, который переведен в национальную фазу российскую, и по нему проведена экспертиза, и тоже выдан патент. Соответственно, вот евразийский патент, я называл сумму, сколько он стоит, это порядка 30 тысяч рублей в минимальной конфигурации для физлица. Российский гораздо дешевле, но при этом, если вы не обладаете правом на большие льготы, и как юрлицо действуете уже, а не как учащийся вуза, и патентуете не только в России, например, Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, например, то в этом случае уже евразийский патент будет выгоднее, чем получать 4 патента в этих странах. То есть это чистая математика и коммерция, вам нужно определиться, где вы планируете производить, и где вам нужна защита. Если вы не планируете выходить на рынок Китая, вам и защита там не нужна. Если вы туда планируете выходить, то нужно защищаться. И второе, это нужно считать, что будет эффективнее, региональный патент, либо национальный патент. То есть тут понятия лучше нет, то есть есть понятие эффективнее. Большое спасибо. Я хотел бы продолжить наше обсуждение и передать слово третьему лектору. А можно вопрос Алине задать? Если короткий. Алина, вот вы подчеркнули, что успех проекта не зависит от получения патента. И привели пример, что у вас был проект, защищенный 18 патентами, который ни к чему не привел. Ну, отсюда вопрос, а какие критерии являются ключевыми в достижении успеха проекта? Спасибо. Наверное, выручка и потом еще прибыль и количество, соответственно, потребителей, которые радостно пользуются вашими продуктами. Любой проект – это бизнес. Если бизнес не зарабатывает, значит, он никому не нужен. Ну, прибыль – это уже, ну, как бы, конечная. Ну, это конечная цель, да. А вот именно в начале, то есть, что является, какие факторы являются ключевыми для успеха проекта, и вот именно, чтобы он стал выгодным? Можно я немножко добавлю? Вот с точки зрения технических решений есть два способа защиты. Можно запатентовать, но результатом патентования станет раскрытие информации. За раскрытие информации вы получите монополию. Есть такое понятие, как ноу-хау. Если вы уверены, что в вашем проекте не смогут разобраться после того, как вы выведете продукт на рынок, то вы можете не патентовать, сказать, что это ноу-хау. Вы выводите продукт, все восхищаются, но не понимают, как это сделать, и не могут повторить. Вот это два способа охраны технического результата, который подлежит коммерциализации. Других нет. Все остальное, это либо проект не стал востребованным, либо патенты были некачественные, либо патенты были качественные, но не защищали всю совокупность изделия, потому что изделие технически сложное, нельзя запатентовать космический корабль. Отдельно будут даже не разгонные блоки, а части разгонных блоков, шасси, обшивки, проводки, приборов и так далее. Это огромный комплекс. Очень большое количество результатов монетальной деятельности. Если что-то забыть, то это выводит уже из-под охраны. Поэтому нужно понимать, что, а, это, во-первых, обязательно требует коммерциализации, без этого разговора о патентах не нужен. Патент нужен только для того, чтобы защищаться. И, б, нужно понимать, приведет ли вывод продукта на рынок к раскрытию информации. А дальше, как уже Алина абсолютно правильно сказала, нужно очень качественно составлять формулы изобретения, которые определяют объем правовой охраны, потом смотреть, сколько таких патентов нужно получить, при этом не забыть про экономическую эффективность. Можно получить 100 патентов, а затраты не отобьются. Лен, здесь что-то добавить? Позвольте, я продолжу по этому вопросу. Считается, наверное, сейчас, что оптимальная модель построения, использования, результатов интеллектуальной деятельности для развития национальной экономики, она все-таки в Израиле. Говорят, что там до 70% ВВП отбивается за счет эксплуатации результатов интеллектуальной деятельности. Поэтому по всей стране понастроили они бизнес-инкубаторы, по всей стране они создают стартапы. Значит, что происходит? Порядка 95-98% стартапов убыточные. Экономический эффект. Остальные 3% отбивают 80% ВВП. Как это посчитать, никто не знает. Запускают все, что можно. В связи с этим... Я прошу прощения, я продолжу, наверное, да? Пожалуйста, Владимир, вам слово. В связи с этим обращаю ваше внимание, господа, что с 1 января 2008 года в нашей стране единственный способ заработать на своем интеллекте – это использовать положение части 4 Гражданского кодекса, который определенно называется «Результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации». Если вы откроете первую статью, то вы увидите 16 позиций, 16 объектов и результатов интеллектуальной деятельности и средств из индивидуализации. Первые 8 из них относятся к объектам авторского смежности, права, но я их не буду перечислять, вторые 8 к объектам промышленного права и, наконец, последние 4 – это средства индивидуализации, фирменные наименования, торговый знак, торговая марка и так далее. Значит, вот в чем особенность? Особенность в том, что мы говорим об интеллектуальной собственности, забывая о том, что, по большому счету, и в нашей стране ее нет. У нас есть на результаты интеллектуальной деятельности три категории прав. Это личные и неимущественные права, включая право на имя, право авторства, право на неприкосновенность произведения, ну, где-то защита чести, право на честь, достоинство и деловую репутацию, то, что касается ритов. Вторая категория – это исключительные, они же имущественные права. И третья категория, которая относится более к картинам, это право доступа, право следования, об этом мы говорить не будем. Мы сейчас поговорим об исключительных правах, то есть то, за счет чего можно заработать немножко денег. Способ заработания денег – всего два. Это отчуждение исключительных прав, либо передача права на использование исключительных прав. Что при этом следует иметь в виду? Закон, части 4 статьи 129 Гражданского кодекса, прямо запрещает отчуждать результаты интеллектуальной деятельности. И результаты интеллектуальной деятельности, ну, скажем так, любая информация созданного… Что такое результаты интеллектуальной деятельности? Это то, что создано творческим трудом человека. Вот вы сели, положили перед собой лист бумаги, вот видели картинку, мультик, да? Сначала на бумаге ничего нет, вас осенила блестящая идея, которая никак не охраняется, и вы эту идею довели до какого-то логического конца, который вы бы хотели использовать для того, чтобы заработать немножко денег. Мы сейчас очень долго говорили о патентовании, но дело в том, что, вот опять же, два способа. Либо вы отчуждаете, то есть в полном объеме продаете эти права, либо вы заключаете тот или иной лицензионный договор, передаете право на использование вашего результата интеллектуальной деятельности. При этом встает вопрос о том, какого рода результаты интеллектуальной деятельности вы передаете. мы сегодня говорим очень долго о патентах, да? Об изобретениях, ну, собственно, Гражданский кодекс говорит изобретения, полезные модели, промышленные образцы, три категории он перечисляет. Но помимо этого следует иметь в виду, что существует еще такое явление, как ноу-хау. Что такое ноу-хау? Это то, что может обеспечить ваши права как на первоначальном этапе создания вашего результата интеллектуальной деятельности, так и в ходе дальнейшей его коммерческой эксплуатации, назовем это так. Здесь работают два закона. Закон о коммерческой тайне, который требует, чтобы вот то, что вы создали, обязательное условие, должно быть неизвестно третьим лицам. То есть сведения, составляющие коммерческую тайну, это ФЗ номер 98, 98-й ФЗ о коммерческой тайне, перечисляют различные признаки, в числе которых наиболее существенны это неизвестность третьим лицам. Второй элемент коммерческой тайны. Вы его должны в отношении вот этих, вот того, что вы создали, ввести правовой режим коммерческой тайны. Что он в себя включает? Встает вопрос у вас, молодой человек, да, а как защищать, если ваш патент, если ваше изобретение перехватывается институтом, как вам защитить свое изобретение? Оно же жалкое, оно же свое, правильно? И вы рассчитываете немножко денег на нем заработать, правильно? Ну поправьте меня, если я ошибаюсь. Вводится режим коммерческой тайны, то есть юридическое лицо, да, или какой-то субъект предпринимательского права, можно без образования юридического лица. В отношении вот этого результата интеллектуальной деятельности осуществляет перечень мероприятий, определенной статьей 10 закона о коммерческой тайне. Их всего пять. Первое – это определение перечня информации, отнесимой к коммерческой тайне. Второе – это определение порядка доступа к информации. Третье – это учет лиц. Пятое – нанесение на материальный носитель штампика с указанием, что это коммерческая тайна, с указанием правообладателя. И четвертое – это регулирование взаимоотношений между данным лицом и другими участниками правоотношений по поводу коммерческой тайны. Вот тут самое интересное. Статья 1465 Гражданского кодекса, которая определяет ноу-хау. К своему определению ноу-хау совпадает с определением сведений, составляющих коммерческую тайну. То есть у того, что вы сделали, у него возникает параллельно два правовых режима – и коммерческой тайны, и ноу-хау. А ноу-хау – это результат интеллектуальной деятельности. А как результат интеллектуальной деятельности, что с ним можно делать? Ну? Как патентовать? Зачем патентовать? Что делается с результатами интеллектуальной деятельности? Либо отчуждаются, либо заключаются лицензионные договоры. Ну ладно, потом я вернусь к вопросу. К этому вопросу. Что происходит, если вы что-то не так сделали? То есть после того, как вы выполнили комплекс мероприятий, связанных с подведением данного результата вашей интеллектуальной деятельности к режиму коммерческой тайны, вы должны определить, во-первых, кто является его правообладателем, и во-вторых, вы вполне вправе заключать лицензионные договора на право его использования. То, что касается правообладания. Значит, обращаю ваше внимание, есть автор, а есть правообладатель. Любой ритм обладает вот в две категории людей. Автор – это лицо, только физическое лицо, только человек, творческим трудом которого создан этот результат интеллектуальной деятельности, неважно какой. Это право на имя, право на авторство, право на неприкосновенность произведения. Эти права никогда и ни при каких обстоятельствах никому не могут быть переданы. Если Пушкин написал Евгения Онегина, то автором произведения Евгений Онегин всегда будет аз Пушкин. Если Гомер написал Илиаду, то права, личные неимущественные права на Илиаду принадлежат Гомеру. Он уже не будет за это получать денег, но он всегда будет считаться автором. Правообладатель – это тот, кому переданы исключительные права. Если вы хотите немножко заработать денег, то вы должны заключать, на мой взгляд, именно лицензионные договора на право использования ваших исключительных прав на ваш результат интеллектуальной деятельности. Неважно, как он будет называться, смотрите статью 12.25 Гражданского кодекса. Там их 16 категорий. Ну и, коротенечко, что происходит, если вы нарушили? Происходят очень неприятные вещи. Происходит применение понятия контрафакта. Слышали об этом? Что такое контрафакт? Это материальный носитель, в результате использования которых нарушаются чужие исключительные права. В чем сущность этого? Все лицензионные договора, либо все договора и отчуждения заключаются только в письменной форме. Закон требует обязательной письменной формы заключения вот этих договоров об исключительных правах. Обращаю ваше внимание на то, что электронная форма не является письменной формой договора. За редким исключением. Существуют также определенные упрощенные процедуры заключения письменной формы для договоров для некоторых категорий результатов интеллектуальной деятельности, в частности, предназначенных для личного использования. Если у вас нет письменной формы лицензионного договора, значит, ваш объект является контрафактом. Подлежит изъятию, либо уничтожению, либо передаче правообладателя. Бонус правообладателю за это, предусмотренный законом, это взыскание компенсации в размере от 10 тысяч до 5 миллионов рублей. Ну, как-то вот так. Спасибо. Уважаемые коллеги, ваши вопросы? Мне кажется, никому не захотелось нарушать ничьи права. Если можно, у меня есть вопрос. В контексте образовательных программ и учащихся, которые реализуют проектную деятельность, надо ли нам фактически заключать некоторые договоры, соглашения с обучающимися о том, что создаваемые результаты интеллектуальной деятельности, они относятся к фонду таланта успеха или к организации, которая образовательную программу проводят, а сами авторские права, как вы говорите, они неотчуждаемы. Ну, вот, смотрите, друзья мои, значит, ситуация какая. 16 категорий ридов, да, 16 категорий объектов, результатов интеллектуальной деятельности, 16 видов, объектов. В принципе, в целом можно сказать, что по ним существует три категории договоров. Это создание результата интеллектуальной деятельности в результате исполнения служебных обязанностей, договор авторского заказа, договор подряд. Дальше начинаются градации. Ну, например, там, программы для ИВМ. Ну, совершенно замечательная вещь, как результат интеллектуальной деятельности, ну и как, допустим, предмет нашего сегодняшнего обсуждения. Да? Ведь программу для ИВМ вы запатентовать, я об этом уже говорил и сегодня, вы ее запатентовать не можете. Вы ее можете запатентовать только в составе технологий. Мало того, что вы ее не можете запатентовать в стране, есть случаи, что ее патентуют в Америке, сказки все это. Только в составе технологий они патентуются. То есть, когда вы создаете робота-уборщика, да, вы патентуете эту технологию. Однако, как ноу-хау, вот то, о чем я говорил, связанное с коммерческой тайной, вы можете выделять каждый из маленьких объектов, которые образуют у вас вот это вот сложносоставное произведение. Ну, вот пример с космическим кораблем. Поняли? Там вот много элементиков, каждый из которых нуждается в самостоятельной защите. У вас тоже много элементиков, каждый из которых нуждается в самостоятельной защите. Понятно, да? То есть, запатентовать вы его можете в целом, как окончательную технологию. Но у хау вы можете взять для конкретных элементов, узлов и агрегатов от вашей разработки. Спасибо. Ко всем спикерам вопросы общего характера. Мне кажется, мы недостаточно поговорили про инвестиции и возможных потребителей. Какие у вас, коллеги, есть вопросы? Все. Несмотря на то, что мы раскрыли мифы по поводу интеллектуальной собственности, не знаю, может быть, это моя личностная оценка, но не видно вдохновения на тему того, как все это оформлять и на этом зарабатывать. Если говорить про те программы, которые мы реализуем совместно с нашими партнерами, то речь идет про проекты, которые реализуются в интересах тех или иных компаний и в этом смысле потенциальные заказчики, в каком смысле потребители. правообладатели, нет собственников на права, есть правообладатели. Вот правообладатель, юридическое лицо, если мы говорим о том, что юридическое лицо является правообладателем какого-то рита. Это тот, у кого на балансе оно состоит. Для постановки на балансовый учет используется БУ-14, положение о бухгалтерском учете нематериальных активов. Вот это тот первоначальный документ, на основании которого вы должны первоначальный ритм ставить на учет к себе на баланс. Дальше вы его можете оценивать как угодно, есть различные способы оценки результатов интеллектуальной деятельности. Но первоначально вы его ставите себе на учет, и тогда вы говорите, вот оно у меня, это мое имущество, ну там признаки юридического лица, да, наличие обособленного имущества. И как собственник имущества, поскольку у нас, ну то есть не результат интеллектуальной деятельности, а имущество, да, я вот осуществляю все правомочия собственника. Спасибо. У меня еще такой вопрос появился в ходе нашего обсуждения. Фактически мы уже вкратце останавливались на трех возможных направлениях дальнейшего развития, не знаю, можно это назвать карьерным ростом. Научно-исследовательское направление, инженерно-техническое, или можно назвать его опытно-конструкторским, и направление про предпринимательство инновации. Знаете, мы просто вкратце сделаем срез, в том числе по итогам наших обсуждений. Кто понимает, что хочет двигаться в научно-исследовательском профиле, стать замечательным ученым с большим индексом Хирша, своей лабораторией и научной группой. Есть такие? Есть. Понятно, но чуть-чуть. Кто понимает, что ближе по душе направление инженерной деятельности, работа, возможно, в какой-то инжиниринговой компании, создание, внедрение своих разработок в ней. Уже побольше. Ну, естественно, правильно я понимаю, давайте мы как-то тоже увидим это, кто хочет стать предпринимателем инноватором. Да, но, по всей видимости, есть слегка воздержавшиеся. И таким образом, я надеюсь, что фактически те две категории, это инженерно-техническое направление и предпринимательское для них, индивидуальная собственность, как раз является крайне важной составляющей деятельности. Опять же, поймите, вот что такое научный приоритет? Это личные неимущественные права, друзья мои. Вы написали статью, в которой выложили какие-то замечательные идеи, связанные с вашей научной разработкой. Ну, вот там лазер, например, был, да? Давайте в качестве источника когерентного излучения возьмем нерубин, там, кристалл Кобальта, допустим, да? И вот вы написали об этом научную статью. Право на имя вы сохранили. Исключительные права оказались ничьи. Помните эту знаменитую историю про изобретателя радио? Кто у нас изобрел радио? А почему во всем мире изобретательным радио является Марконио? Потому что Попов опубликовал в журнале, а Марконио зарегистрировал патент. Причем как зарегистрировал? В Америке-то ему отказались со словами, что американское бюро по патентованию отказывает вам в регистрации патента, ибо всем известно, что изобретательным радио является русский изобретатель Попов. Марконио бился, поехал в Италию. Совсем свежий пример. Есть у нас такой выдающийся человек, Калашников. Ему даже памятник недавно в Москве поставили. Вот когда началась перестройка, Борис Николаевич Ельцин, будучи тогда президентом, клятвенно обещал генерал-лейтенанту Калашникову, что за использование его изобретения он будет за патентом этого всем мире, и Калашников будет получать свои ройалти. Сделать ничего не удалось. Причем вопрос поднимался на высшем государственном уровне. Время ушло. Поэтому вот насколько вот эти три компонента связаны, да, и насколько они значимы, ведь вам правильно совершенно сказать, наличие патента денег вам не добавит. Вопрос, встает вопрос о его коммерциализации. Как вам удастся коммерциализировать? Да кто же его знает-то? На слуху у нас биткоины, да, при том, что криптовалют у нас больше двух тысяч видов криптовалют. Вот коммерциализовали проект биткоинов, и все замечательно. Остальные проекты криптовалют коммерциализовать не удалось. И тут на этой прекрасной ноте я хотел поблагодарить всех участников нашей дискуссии за выступление и просто порекомендовать обратиться в частном порядке в перерыве. Если остались какие-то вопросы для обсуждения тет-а-тет или в малых группах, большое спасибо за участие. Дальше продолжаем обедом. А можно буквально 10 секунд, чтобы немножко поднять настроение и ноту с завершающего выступления? Буквально два слова. Первое, чтобы не казалось, что все так страшно с патентованием и сложно, объемы патентов все время растут, патентные портфели ведущей корпорации и частных изобретателей все время увеличиваются. И это единственный инструмент, который на самом деле позволяет все-таки как-то формализовать работу с интеллиной собственностью. Ну и второе, если вы все-таки соберетесь патентовать, соберетесь регистрировать и нужна будет информация, пожалуйста, обращайтесь в Роспатент ФИПС, мы являемся первоисточником любой информации в области патентования и окажем вам любую поддержку. Спасибо. И тогда в рамках заключительного слова еще Алина Агиньшина, пожалуйста. Да, еще маленькое слово. Не забывайте, пожалуйста, коллеги, о том, что патентование очень важный, очень нужный, очень полезный инструмент будущего предпринимателя и будущего ученого тоже, возможно, если вы будете коммерциализовывать разработки с университетом или без такового. Да, это ужасно сложно, Владимир верно отметил, но это очень здорово, очень интересно и, наверное, нет большего удовлетворения, чем удовлетворение видеть, как дело твоих рук, то, что ты когда-то придумал, воплощается в работе уже не одного тебя или там пары соратников, а 10, 20, 30, 100 тысяч человек и люди по всему миру пользуются тем, что ты придумал. Удачи вам, коллеги. Спасибо. 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 Спасибо.